Для выполнения того, что они наметили, так сказать, но и все остальные. Как должна возникать денежная масса? Ну, смотрите, есть. Что? Не печатать же нам денежную массу. Ну, давайте, смотри, не надо никого печатать, никто ничего не печатает. Вообще, так сказать, банки с бумажными деньгами же не работают. А вот ребята, они давно уже, так сказать, с телефоном не расстаются, никто ничего не печатает. Нужен учет, нужен учет облигаций. Понимаете, это системная бумага, которая расширяет возможности. Мы сейчас в Кабалео-банках, и военно-промышленный комплекс Кабалео-банков, и муниципальное образование, это важный вопрос. Потому что без денег мы не в состоянии решения. Еще бы хотелось бы два вопроса поднять, которые у нас остановили. Юрий Иванович сказал, так сказать, ну и в целом правительство суверентия. Да, мы убедились, так сказать, что новая экономика знаний, цифровая экономика, она несет с собой риски. Там все эти кибервопросы, там несколько вопросов кибербезопасности, все остальное. Нужна компонентная база для микроэлектроники, понятная нам. Понятно, нам нужны, так сказать, контроллеры, которые мы устанавливаем в наших АСУ-ТП, так сказать. Мы понимаем, как они работают, то их триггерит, как они, так сказать, к ним доступ, так сказать, все остальные вопросы. Также экономический суверенитет нужен для всех остальных, знаете, торговые войны, ограничения, эмбарго, санкции. Но опять ведь достаточно позорно, да, ведь что бы ни случилось, там какая трагедия не случилась, опять санкции, опять они действуют на нас. Ведь это же следствие не развитой платежной системы. Весь мир уже давно, так сказать, мы экспериментируем в Китае через два года запустить цифровую валюту. Мы до сих пор карабкаемся в этом свифте с этим долларом и не можем отказаться от него. Это сильно влияет даже на партнеров. Если даже мы создадим условия, так сказать, партнеры боятся приходить, потому что при любом повороте политическом, ну, какому угодно, так сказать, когда там, так сказать, первое, что происходит, так сказать, им начинает угрожать, так сказать, из Вашингтона, из Брюсселя, уже откуда угодно, да. И, еще раз говорю, так сказать, у нас, нам нужна стратегия, и мы ни в коем случае, мы двумя руками поддерживаем то, что делает правительство, и то, что делает в социальной сфере, поездка премьера по стране, она показала, что, в принципе, так сказать, люди понимают, так сказать, но нужно решить проблему. Либо у нас 51% бедняков, так и останется, либо они станут миллионерами. Что значит, станут миллионерами? 55 тысяч евро. Мы их можем обеспечить работой и достатком, так сказать, 15 тысяч евро. Просто как в Польше, на наши, назовем так, законные платежные средства. А, подождите, 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 это важно. Вы рисуете, пожалуйста, секунду, давайте разберемся, потому что вам понятно, о чем вы говорите, но я думаю, вот не всем сейчас понятно. Хорошо, вы перечислили, ну, все факторы политического фона, в котором существует наша экономика, санкции, отсутствие дешевых денег заграничных, ну, и все остальное. Мы это все понимаем. Это политический фон, который, очевидно, в ближайшее время, ну, судя по всему, не изменится. Ну, я так понимаю, что бизнес это понимает. Сейчас вы говорите, что мы можем сделать так, что люди станут жить в три раза лучше. Как? Сами, внутри своей современной экономики. Как? Вот как? Вот прям можно по пунктам? Нужно поработать. 16 лет, так сказать, предприятия готовы расширять свое производство. Правительство создало условия для создания компонентной базы. Вы что, сомневаетесь, что газ, допустим, он не способен экспортировать? Конечно, способен. 22% продукции газа уходит на экспорт. Но есть проблемы с нашими поставщиками, которые, испытывая системное отсутствие финансирования, могут быстро проводить модернизацию. Рулевое управление, тормозные системы, даже электроника, какие-то вопросы, так сказать, связанные с коробкой передач и так далее. Это вопросы, они уже... Мы не можем дотянуться, так сказать, до каждого поставщика, а их десятки тысяч. Точно так же вопрос, который вознял Юрий Иванович, вопрос о микроэлектронике. Тоже важный вопрос. Но, понимаете, любой заказ, ты понимаешь, он пройдет платеж, пройдет товар границу или нет, потому что его останавливает, так сказать, всевозможность. То есть, как он, который действовал при Советском Союзе, это просто цветочек. Важный вопрос. Они знают, что нужно сделать. Это любая инвестиция в компонентную базу, это десятки тысяч рабочих мест на сборочных производствах. Опять-таки, у нас и экспорт, который добавлен. То есть, еще раз говорю, люди станут богаче. И потому что им раздадим по 100 рублей к пенсии, так сказать, потому что они в состоянии будут заработать на этих предприятиях, не только в Москве. Ну, то есть, правительство должно инвестировать, должно помогать бизнесу находить доступные деньги. До инвестирования еще далеко. Капитальный рынок, он сейчас не заработает. Это есть, конечно, но не в таком смысле. Нам нужен нормальный долговой рынок. Предприятие не в состоянии сейчас привлекать ресурсы через банковскую скульту. Она монополизирована, у вас 6 банков, у них четкий креоритет, так сказать, отдал им 8 процентов, живи спокойно. Ну, невозможно конкурировать с китайцами, у которых то же самое 3,5. Это просто невозможно. Невозможно, когда ты выходишь на рынок. Тебе нужно заплатить за выход на рынок. У нас есть еще одна существенная проблема, которую мы не можем решить. Это логистическое, Игорь Иванович, я не сказал. То есть, если мы не сможем доехать из Воронежа до Шанхая за 9 дней, или до Гамбурга за 7 дней, я условно говорю, в Киеве, там любые города европейские. Продукция, конечно, никому не будет нужна наша компонентная, так сказать. А то, что говорит Игорь Иванович, то, что начали нефтяники, и все остальные тоже начали давно, это углубление, переработка. Мы сейчас экспортируем, так сказать, на адские деньги, так сказать, сырье. То же самое сырье можно переработать. Опять, это десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. Вот ребята, которые построили в Подмосковье завод, то, конечно, создали почти 6,5 новых рабочих мест, тысяч. С другой совершенно зарплатой. Та же нефть, тот же газоль, так сказать, который перерабатывается, он так же потребляет. Мы говорим о том, что нужно спланировать, так сказать, эту работу. Поэтому у нас 16 лет, как нам объяснено через референдум, так сказать, у нас есть 4 четырехлетки. Вот первую четырехлетку они уже наметили. Можно выполнять. Нужно решить одну проблему с доступностью средств. А, это вы 16 лет вперед, что ли, посчитали? Я-то сразу не поняла, что у вас за 16 лет. Уже у нас не пятилетки мы тут упоминали, и краткосрочный план, а вы вот о чем. Я теперь, наконец, поняла, что за 16 лет. То есть вы дальше правительство в этом смысле смотрите. У вас на 7 лет, да, Юрий Иванович, план? Вы уже расписываете на 16, понятно. Хорошо, то есть я правильно понимаю, что долговой рынок – это проблема номер один, которую вы... Важнейшая, нет другой проблемы для страны. Если не будет доступных по срочности и стоимости средств, не нужно никому ничего раздавать, никаких подарков, ничего. Дайте возможность компаниям, банкам, даже населению. Почему-то я сталкиваюсь со своими коллегами, сотрудниками, там, в Поволжье, на Урале себе. Люди хотят нормальную ипотеку. Почему мы для первички не можем дать им 4-процентную, 5-процентную ипотеку? Опять какой-то, не знаю, каннибализм, так сказать. Мы заставляем их брать, так сказать, закладывать сюда трусов, так сказать. Только для чего-то, так сказать. Потому что он потом, так сказать, не мог даже, не знаю, так сказать, отдохнуть, съездить, людей в школу отправить, одетые. Это же абсурд, понимаете. Это же ничего не стоит, понимаете. Тем более инфляция. Ну, посмотрите, мировые практики, так сказать. Посмотрите, что они обсуждают, так сказать. Она носит глобальный характер. Она вообще невозможна, ее регулировать на региональном уровне. Уже все признали, так сказать. Многие от нее отказались. Нет, мы как мантры. Давайте мы сожмем этот долговой рынок. Еще раз. 109 триллионов наша экономика. Унизительно мало, так сказать. Ну, условно, так же, как Столыпин, когда-то начинал, так сказать. 62 триллиона совокупный кредит на все. Когда должно быть, так сказать, больше 205 есть. Ну, просто для того, чтобы функционировала экономика. Ну, Венгрия, Польша, так сказать. Я уже не говорю про Китай, Малайзию, Индонезию. У них такие же сопоставимые цифры. Почему? Мы решили сжать сами себя. И это сжатие имеет серьезные последствия. В виде отсутствия роста. И правительство, которое в состоянии только управлять то, что у нее есть, то, конечно, оно не в состоянии обеспечить больше роста. Продолжение следует...